Микс Ньюс Разворот У нас гости! Ребята! А это я ломаю дверь! Телефон прямого эфира Радио.ком 672 12 93 9 Добрый день, уважаемые радиослушатели! Я Инна Сагарзиня вас приветствую! Евгений Копеин, как всегда, у операторского пульта. Он отвечает за качество нашего эфира. И я сразу напоминаю наши телефоны 672 12 93 9 672 13 93 9 и на портале mixnews.lv Вы можете задать ваши вопросы. А вопросы есть кому задавать. И тема у нас сегодня достаточно серьезная. Качество строительства, о котором мы периодически вспоминаем, поскольку строительство это та сфера, от которой зависит часто не просто, допустим, здоровье людей, находящихся вблизи того или иного строительного объекта, но и жизни. И сегодня у нас в гостях директор департамента по контролю за строительством Государственного бюро по надзору за строительством. Марис Деммед, добрый день! Добрый день! И, наверное, начнем мы с того, что на днях буквально директор Государственного бюро по контролю, вот у нас в гостях директор департамента, а это общая организация бюро по контролю за строительством, Петерис Друкес в интервью передачи 900 секунд заявил, что на каждой второй строевой площадке работает по проектам, у которых нет необходимо согласования и сроков. Ну, довольно пугающая информация, поскольку это означает, что там какие-то нарушаются нормативы, и как дальше следует из его выступления, он занимается непосредственно строительством, люди недостаточно квалифицированные. И тут же опять хочу напомнить, что эта ситуация, допустим, не с плохо испеченным пирогом, который можно не съесть, а со строительством, то есть со зданием, которое предусмотрено, что он будет много десятилетий, может быть, стоять и полностью безопасным будет для окружающих людей. И всё-таки на основании каких вот таких вот исследований, может быть, проверок, сделаны такие выводы, и хотелось бы, наверное, знать, это касается строений, которые, допустим, построены за последние десятилетия, или те, которые уже, ну, скажем так, уходят в историю, они строились когда-то или в советский период, или, может быть, даже ранее, имеется в виду та часть Риги, которую мы привыкли называть, там, юген стиль, да, тоже она уже насчитывает приличный возраст такой. Вот какие здания представляют собой наибольшую такую опасность, может быть, о которых стоит поговорить? Ну, наша работа ведётся в основном по двум направлениям. Одно – это проверка безопасности эксплуатации зданий, второе направление – контроль за строительством, в зданиях, которые производятся строительные работы. То, что вы говорили насчёт нарушений и работ в несоответствии с проектом, это уже касается второй части, которая – контроль за строительством, да. Я хотел бы уточнить, что такая ситуация, что работы производятся вообще без проекта, без технического надзора, такие, ну, конечно, в нашем случае… Быть не может. Да, здесь идёт речь об изменениях в проектах, да, что не в соответствующем порядке вся документация оформлена, и все эти решения выработаны. То есть уже в проекте, простите, перебью, там же поэтапно должно быть, насколько я понимаю, да, на начальной стадии строительства, что, как, чего должно быть. Там же, ну, как бы, как сценарий расписаны, все детали или нет? Не, ну, на данный момент у нас законодательство такое, что сперва должен быть утверждён проект, и потом уже по проекту этому производятся работы. Другое, что есть разные причины, почему во время работ надо изменять проект, да, или это… Например. Или это заказчик, который по своим причинам хочет уже, думы поменялись и хочет что-то изменить в проекте, да, или это уже строитель, который видит какие-то рациональные предложения, чтобы что-то там улучшить, или это тоже, что часто бывает, ну, качество проекта, да, что видно, что по этому проекту производить работы нельзя, и надо уже тогда делать изменения. Скажите, пожалуйста, у нас в определённое время, несколько лет назад, говорили о том, что у нас явно не хватает специалистов, ну, в инженерной сфере, то есть в точных науках и в точных каких-то вот профессиях. Имели с виду и строители, инженеры-строители, допустим, архитекторы. Всегда ли проект, вы говорите, проект может быть несовершенным? Кто контролирует, ну, условно говоря, качество знаний того или иного человека, который, или группа людей, которая берётся за разработку проекта? Ну, во всех случаях они должны быть сертифицированными специалистами. Но вы сами понимаете, что сертифицированные, это тоже может быть, комиссия не всегда все полный объём знаний. Есть уже там несколько институций, есть у нас отдельные институции, которые, значит, проверяют знания специалистов по архитектуре, есть у нас Бунжин и Русавьяныба, которые инженеров тоже выдают разные сертификаты, да. Если говорить насчёт объектов, которые в нашем контроле, да, это публичные здания, в которых находится более чем 100 человек, значит, идёт речь о зданиях третьей группы, там ещё дополнительно тогда за качеством проекта смотрит эксперт. То есть это отдельно взятый человек, у которого вот есть полномочия проверять на каждом этапе строительства? Ну, это, в принципе, идёт речь о техническом проекте. Перед тем, как уже строю право ставить свой акцепт на этой документации, должен, как тогда коммерсант, у которого работают соответствующие специалисты, да, с сертификатом по экспертизе, дать тогда позитивное заключение. Но, как мы видим, это тоже не всегда даёт гарантии, потому что проблемы, качество всё-таки бывает, что не всегда в лучшем порядке. Здесь надо отметить, наверное, что если раньше у нас работали, были ГОСТы и СНИПы, да, с советского времени, то уже начиная с 2015 года, эта вся система поменялась. У нас на данный момент уже все эти работы должны быть произведены, соответственно, еврокодом и стандартам, которые уже работают тоже в Европе, да. И, как мы видим, срок прошёл небольшой с того времени, как они обязательны уже у нас. И мы видим, что знания ещё, ну, не в лучшем качестве. Не в лучшем качестве. То есть, исполнители, те, которые разрабатывают проекты, они, может быть, недостаточно хорошо усвоили те изменения, которые должны были произойти, вот в соответствии с этими европейскими нормативами, мы сейчас должны всё разрабатывать и строить. Да, если говорить о этих, ну, об этой системе, которая, Еврокоды, да, там вся эта система базируется на предположениях. И эти предположения довольно простые, да. Они такие, что, в принципе, всю конструктивную схему объекта должен выработать специалист с соответствующими знаниями и навыками. Значит, строительные работы должны быть произведены специалистами с соответствующими навыками и знаниями, да. Значит, в процессе строительства должен быть обеспечен качественный надзор над строительством. Значит, В процессе строительства должны быть использованы соответствующие качественные стройматериалы, и уже потом, как здание будет построено, оно должно соответственно эксплуатироваться, следить за зданием надо во время эксплуатации, и здание, конечно, надо эксплуатировать в соответствии тому назначению, которому они предусмотрены. Если все это соблюсти, тогда безопасность в норме, и все надежно будет. Конечно, потом уже проблема в том, чтобы не было нарушений где-то уже в каком-то стадии из этого процесса. Скажите, пожалуйста, а сегодня есть какие-то сроки гарантии строения, которые сдаются уже в эксплуатацию? Это уже четко определено в нашем законодательстве, значит, это определяется, если это вторая, первая группа, три года, да, и третья группа зданий, которые уже посерьезнее, там уже гарантия пять лет на строительной работе. Вы не думаете, что это очень короткие сроки, это в конечном итоге не утюг? Ну, если так посмотреть, ну, вы покупаете, например, телевизор, тоже, наверное, гарантия у вас сколько-то два года. Но телевизор он не может упасть на голову, условно говоря, да, здание это все-таки дом, да, и конструкция намного более сложная. Уже такой опыт показывает, что если дом некачественный, тогда все эти проблемы уже, наверное, выявляются, уже в эти пять лет уже выявятся. Вы сказали, что к публичным зданиям, к общественным, что называется, и одни требования, а к жилым. Вы контролируете ваша организация, допустим, ту категорию зданий, которые строятся сейчас, допустим, для решения жилищного вопроса в Риге или нет? Нет, это, в принципе, в компетенции находится самоуправление, да. То есть у них тоже есть соответствующая структура, которую могут приэтапно контролировать, а вы отвечаете уже за те, которые строятся, не знаю, школы там, да? Да, у нас, значит, компетенции определено в законе о строительстве, значит, это здание перестройка и новые здания, публичные здания, в которых предназначено находиться более чем 100 человек. Тогда есть еще такая группа, где уже могут быть серьезные последствия по среде, если там определенная процедура производится во время проектирования, да. Но таких зданий, в принципе, очень-очень мало. На данный момент у нас, я думаю, одно или две только были, да. И третья группа зданий на данный момент – это такие, где заказчик самоуправления и договор строительства более чем миллион, полтора миллиона евро. Скажите, пожалуйста, наверное, вопрос, который волнует любого наряжанина прежде всего, есть ли сегодня в поле вашего зрения такие здания или строения, которые вот реально могут угрожать разрушениям, да, у них там, может быть, какие-то ошибки в несущих конструкциях. Потому что, когда мы говорили в свое время с представителями самоуправления столичного, они говорили, что да, конечно, какие-то погрешности там могут быть, но они никоим образом не угрожают, не несут серьезные угрозы. Ну, видите, у нас для этой цели в нашем листе есть интерактивная карта, где мы отображаем… На вашей домашней страничке, да? На вашей домашней страничке. А как она, правильно, ее… www.bvkb.gov.lv.gov.lv. И там можно посмотреть все здания, которые вы обследовали, которые ваши выводы сделали. Да, там есть две карты. Одна карта насчет эксплуатации зданий, где результаты отображаются, а другая карта насчет строительства, где мы контролируем строительные работы. Какое количество, число зданий вы, допустим, за последнее время обследовали? Ну, если говорить о прошлом годе, тогда мы первичные обследования сделали на 756 зданий, да. В общем, сложности повторные. В общем, у нас было чуть меньше тысячи обследований. Это довольно много. И из них? Из них мы видим, что половина в хорошем состоянии, то есть 400 зданий, да, 310 или это получается 41% – это такие здания, в которых должны быть произведены работы, чтобы качество и безопасность улучшить. И 6% таких зданий, где эксплуатация полностью или частично прекращена. Ну, можете назвать какие-то из этих 6%, чтобы было понятно, например, что это магазин, это… Ну, там очень разные бывают, очень разные виды зданий бывают, в том числе бывают и такие здания, где уже сам хозяин, он, ну, в принципе, знает, что ситуация плохая, и он уже сам закрыл это здание, да, тоже. Но такие здания тоже, несмотря на то, что хозяин на данный момент это здание не использует, все-таки оно как бы… В поле зрения… В поле зрения находится, да, и берем ее, это здание на контроль, и тогда следим, чтобы эта эксплуатация не возобновилась. Если таких, ну, громких объектов, где уже информация прозвучала, это, наверное, есть, это есть и Рижский цирк, да, и та же самая призма. Ну, мы о нем поговорим еще во второй части нашей передачи, тогда, наверное, в завершении первой части хотелось бы все-таки узнать, а вот бывают такие случаи, когда сам владелец здания к вам приходит, ну, вот он увидел какие-то там трещины, что-то еще, говорит, я хочу все-таки успокоиться или наоборот озаботиться, да, и выяснить, закрывать или нет, вот я могу заказать какого-то эксперта. Бывают, такие случаи бывают, да. И тогда вы можете вынести такой вердикт, что… Да, мы смотрим, в первую очередь мы смотрим, если это здание соответствует тем критериям, которые, как бы, по компетенции относятся к нам. Если это публичное здание с более чем 100 человеками, да, тогда, конечно, мы это уже в неплановый, ставим в неплановый наш, ну, порядок и обследуем это здание, да. Бывают определенные случаи, если хозяин просит, что мы едем на такие объекты, которые не соответствуют этим критериям. Экспертиза, осмотр у вас визуальный или вы более детально проводите вот этот анализ того состояния здания? Это, ну, неправильно было бы называть экспертизой. Ну, осмотр, осмотр, оценка, да. Это тоже регламентировано в законодательстве, что наш инспектор производит визуальную оценку, да. Другое, что у нас в бюро есть такая возможность уже сделать исследование поподробнее, есть специалисты с инструментами, если там есть сомнения, тогда мы тоже берем с собой тех специалистов, которые уже тоже делают такую предварительную проверку уже поглубже. То есть есть такие сегодня технологические средства, когда там, ну, условно говоря, можно прослушать, повырять, посмотреть, что там вообще происходит. Ну, конечно, можно измерить, да. И выяснить там внутри, что происходит, да, если внутри, снаружи, допустим, какие-то трещинки, что там. И если проблема какая-то там, ну, сомнения есть, да, то тоже, соответственно, законодательству мы даем, значит, наше решение, что уже хозяин заказывает тоже подробное уже исследование, исследование этой проблемы, которое уже требует, ну, может, полгода, может, год даже, да. Тогда приходится здание, наверное, консервировать все-таки. Ну, нет, это тоже на компетенции инспектора, он оценивает эти риски эксплуатации здания, да, если риск такой, что небезопасно эксплуатировать, тогда, конечно, эксплуатация хотя бы частично прекращается. Но если такого риска нету, тогда уже параллельно это все делается с эксплуатацией здания. Ну что ж, у нас время перерыва на новости, и мы продолжим потом говорить о качестве строительства как такового, и о качестве здания уже построенных какое-то определенное количество лет назад. И сегодня у нас в гостях Марис Деммен, он директор департамента по контролю за строительством, Государственного бюро по надзору за строительством. Мы продолжаем, друзья, говорить о качестве строителей, и я напоминаю, номера телефонов 672-12-93-9, 672-13-93-9 и на портале mixnews.lv вы можете оставить свои вопросы или комментарии к услышанному. У нас в гостях Марис Деммен, директор департамента по контролю за строительством Государственного бюро по надзору за строительством. И мы говорили о том, что, к сожалению, несмотря на то, что существуют архитектурные проекты, они часто в процессе уже строительства видоизменяются, нарушаются. И перед тем, как мы перейдем к вопросу о цирке, который, конечно, нас всех интересует, поскольку здание связано с нашим детством, вообще это часть лица, прекрасного лица нашего города. Наверное, поговорим о других проектах, связанных, о которых мы недавно слышали. Вот, в частности, вот этот самый магазин, где же он был у нас, вот то, что мы сейчас в своей перерыве… В Елгаве, наверное, вы думаете. Да, в Елгаве, да, вот этот магазин, что с ним там происходит, и вообще, что… Что он очень быстро открылся, как я понимаю, да, сначала вы закрыли, там обнаружили недостатки. Там что, не такие существенные проблемы были, или как бы поторопились, они были заинтересованы, понятно, как торгующая организация, им нужен оборот, быстрее, быстрее. Ну, на данном объекте, это, наверное, хороший пример, как реагировало самоуправление, информацию сразу же мы получили поздно вечером, в тот же день. Ну, тот же вечер получили, и в поздно вечером мы уже на этом объекте были, да, посмотреть ситуацию. На следующий день уже тоже туда поехали… И там декайфель, да? Да, да. На следующий день уже поехали тоже специалисты наши, которые делали там уже измерения, чтобы определить безопасность и состояние несущих конструкций, да. И, ну, заключение было такое, что проблема такая с несущими конструкциями нету, да. Здесь, наверное, скорее всего, идет речь о качестве выполнения работ уже отделочных, да. Но все-таки еще в процессе то, что уже хозяин здания делает уже подробнее, уже такие исследования, чтобы понять, из-за чего это было, да, какие там изменения температуры или из-за чего это все получилось. Я думаю, уже в ближайшее время, начало следующего месяца мы уже получим результаты и уже будем тогда ознакомливаться с ними. А более серьезная ситуация – это в призме, да, было? Да, это было. И что там сейчас? На данный момент идет криминальный процесс. Информацию бюро отправило в полицию и полиция… Криминальный процесс, уголовное дело заведено на исполнителей? Да. То есть те, которые строили, да? Ну, и участников процесса строительного. То есть там выяснили, кто согласился на изменения? Уже в процессе, уже там уже будет, наверное, ясность введена в том, что конкретно кто уже там виноват. Если бы вовремя там не вмешались вообще, да, допустим, полиция, ваша организация, что могло быть? Ну, конечно, там последствия могли быть очень плохие, да, там переломались перекрытия и по случайной, ну, к счастью, они не упали, да. То есть у нас получается, что у нас даже страшные трагедии не очень учат. Так получается, да. А как вы думаете, допустим, если вести более такой, более жесткие, если можно сказать, не сказать жестокие, жесткие законы, да, которые призывают к ответу не просто там штрафные санкции какие-то, но человек реально может получить сроки, да, вот если он нарушает тогда, но если не получается как бы просветительская работа, что новые правила, давайте их все выполнять, то, наверное, в этом случае, когда вопрос касается жизни человека и здоровья его, я имею в виду окружающих и находящихся в том или ином здании, то, наверное, все-таки надо вводить какие-то такие репрессивные и серьезные меры. Ну, я думаю, уже на данный момент законодательство такое, что проблемы у этих специалистов могут получиться. А какие, например, в смысле могут быть формы наказания, напомню? Ну, вы видите, сейчас, если смотреть по случаю, в Золе Туде тоже идет сейчас процесс, и, ну, я думаю, там посмотрим, как он закончится. Ну, в законе вообще как-то определены, допустим? Ну, конечно, да, это потому... Если мы не говорим о Золе Туде, вообще говорим. Ну, если произошло разрушение конструкции, да, это уже криминальная ответственность, потому и информацию мы отправили в полицию. Понятно. Ну, поговорим немножко о цирке. Я помню, в какой-то момент появилась такая очень серьезная информация, что там, может, это внешняя сторона здания рухнуть до стены, она в каком-то таком состоянии. На самом деле, все так ужасно. И вообще, планируется ли одно из таких, ну, старейших зданий, которое строилось как цирк, то есть часть истории архитектурной нашего города, сохранится? Ну, как раз у нас сегодня встреча, сегодня вечером в Министерстве культуры, да, и будем вопрос обсуждать, и я надеюсь, что по окончании этой встречи уже будут, ну, предприняты конкретные меры, да, чтобы консервировать эту стену фасадную, которая, ну, на наш счет, она, ну, не в очень, ну, в плохом состоянии. На данный момент хозяин здания уже предпринял, предпринял меры, чтобы... То хозяин это Минкульт, Министерство культуры. Да, Министерство культуры, да, но они пошли по пути, чтобы уже эти работы произвести так основательно, да, что уже капитально, и это, ну, занимало, уже занимает, как мы видим, сейчас более-большее времени, чем сначала это предусмотрелось. Параллельно тоже хозяин здания организировал мониторинг здания, несколько раз были произведены сканирования фасада, да, и результаты, которые получены, ну, на наш счет, они показывают, что там движение стены происходит, да. На данный момент сегодня у нас встреча тоже с экспертом, который... То есть она движется по направлению улицы, да, это очень-очень плохо. А что, значит, законсервироваться? Ну, это укрепить, да, подпорки, что-то там такое. Подпорки поставить, да, и потом уже идти тем путем, который министерство уже начало, да, значит, делать перестройку, обновление здания, чтобы она уже ожила заново, да. А какие-то обозримые сроки в этом плане есть? Ну, это, наверное, лучше спрашивать министерству, да. Что касается консервации, я думаю, это, ну, правильно было бы вопрос в несколько недель. Потому что, собственно, как бы не получилось так, как известно, да, когда здание пустует, оно начинает как бы саморазрушаться, да, оно, и, ну, законсервироваться, это значит, что его на неопределенное время оставить в таком состоянии, оно может, ну, так или иначе как-то потерять свою первоначальную такую... Ну, будем надеяться, что так не будет с этим объектом, да. Скажите, пожалуйста, я знаю, что одна из проблем, вот мы говорили об исполнительском профессионализме, имеется в виду строительные работы, и, наверное, прорабы, инженеры, которые, в общем-то, при этом присутствуют и контролируют весь процесс. Достаточно ли у нас сегодня людей, которые могут, ну, вот, выполнять такие вот задачи? Ну, людей, да, конечно, всегда не хватает, но если мы видим, что строительные работы в некотором году они меньше, конечно, и специалистов, специалисты тогда ищут работу и уезжают, и становятся еще меньше. Ну, это понятно, я про это и спрашиваю. Да, ну, и на данный момент мы видим, что в связи с тем, что предусматривается, что европейские деньги, да, значит, работы в этом году следующие, позаследующие, может, будут только больше. Пропустили звонок, очень жалко, извините. А, нет, давайте возьмем наушники, пожалуйста. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Вот у меня к вам вопрос. Вы понимаете, вот, допустим, даже частный сектор. Есть проект, который надо соблюдать. В проекте указано, что на строительстве здания или гаража должен быть защищен электрокабель высокого напряжения. В проекте все указано, да, но ничего не соблюдается. Допустим, я пишу письмо, да, Влад Энерго, там все заказным, с уведомлением. Приезжает человек, посмотрел, и ничего не предпринимает, ни штрафа, ничего. Вот скажите, вот как мы будем соблюдать тогда правила строительства? Если даже сообщаются, сигналы есть. И не только по этому вопросу. Борода Юрмала вообще не принимает никаких мер. Спасибо. Спасибо. Ну, то есть, как бы, вторая сторона вопроса. Одна, да, что вот нарушение вообще самих процессов строительства. Во-вторых, когда уже вот, ну, тыкает, что называется, носом, говорит, вот, это может плохо обернуться и плохо закончиться. Ну, вот, и надо смотреть. На данном случае ответственный за контролем за строительство – это городское самоуправление Бувалды, да. Если человек обращается туда, видит, что, ну, как бы, никакого действия нет, тогда есть тоже возможность писать нам. Там у нас тоже закон о строительстве предусматривает такую функцию, что рассмотреть заявления или жалобы о серьезных нарушениях строительства, да, там уже тогда не смотрится, ну, компетенция этих объектов. Хорошо, а как быстро это может реакция произойти? Потому что у меня такое впечатление складывается, я, правда, сама с этим не сталкивалась, что у нас пока дойдет по инстанциям, да. Там уже этот вопрос, как бы, закопали там что-то или, наоборот, разрыли, что-то на этом месте построили, концов не найдешь, и потом что? Это тоже, если заявление поступило, тогда уже институция должна в течение месяца ответить. Люди могут связаться как-то по телефону или на вашей домашней страничке, может быть, есть какой-то там что-то? Как раз тоже на нашей домашней страничке есть такая, ну, такая часть, где можно отправить у нас письмо, если там человек заметил. Я ее напоминаю, вернее, пытаюсь, bvkb.gov.lv. Да, там такая возможность есть. Можно тоже просто эмайлом вписать на наш адрес, pasts.bvkb.gov.lv. И то есть все, что касается, такие явные нарушения, потому что я смею думать, что у нас население достаточно образованных людей, которые, допустим, просто понимают, что там идет нарушение, которое может плохо закончиться. Ну, в первую очередь мы смотрим, если человек, ну, например, сразу обратился к нам, мы видим, что это не наша компетенция, он даже не пробовал обратиться уже по компетенции в бувалды, да, что мы направляем тогда человека туда. Если мы видим, что там, ну, или нет реакции, или что, тогда уже этим делом тогда занимаемся. Ну, все-таки как-то хотелось бы думать, что в какой-то одной инстанции могут помочь, потому что когда человек от всего сердца как бы беспокоит его судьба какого-то объекта рядом находящегося, если его будут перенаправлять еще в 10 других, просто пленец скажет, да, ну, вас не надо мне этого, если вам это не надо, да. Хотя мы должны думать исходить из того, что это, в общем-то, и наша общая задача, чтобы, поскольку мы здесь живем, это наша страна. Но все-таки хотелось бы и от чиновников все-таки ждать каких-то реальных таких действий, быстрых реагирований. Тогда вот еще один такой вопрос. Есть ли какие-то нарушения возникают в процессе строительства? Мы говорили о том, что если что-то закончится плохо, то это может, допустим, привести к началу уголовного расследования и, соответственно, к наказаниям. Есть ли в процессе строительства человек, который надзирает, я так понимаю, какой-то специальный инженер за ходом этого строительства, если он видит нарушения, вот те, которые исполняют, они могут пострадать, я не знаю, там, санкции, штраф, что-то еще? Да, конечно. Если мы говорим о технадзоре, тогда та информация, которая уже была пару дней назад от нас исходила, да, это касается в основном тоже на соответствии наших зданий, это здания третьей группы. И технадзор, как такой, он в объекте есть, да, но законодательство предусматривает, если это объект третьей группы, тогда должны быть там специалисты, уже несколько, фактически группа технадзора, которая уже покрывает все эти части строительного проекта, да. Так, у нас звонок, давайте примем. Здравствуйте. Добрый день. Добрый. Я ежедневно, в самом деле, многих лет связан с тем, что проверяют технические проекты на соответствие их правил с точки зрения защиты инженерных коммуникаций. И, фактически, каждый день сталкиваюсь с такой ситуацией, что ошибка лежит еще на самом начале организации проектных работ. Во-первых, это конкурс, организовывается самая дешевая цена, соответственно, выигрывают компании, которые вообще берут серьезные объекты, в том числе большие гособъекты. Компаниям реальность там год-полтора-два года от роду, состав людей вообще непонятный, и фамилии неизвестные как раз людей, и делают большие гособъекты. И они берут как подрядчики главные и раздаются все это маленьким компаниям вниз. И самое главное, что нету связующего звена ГИПовца, главный инженер-проектировщик, который эти проекты связывает, контролирует, и весь этот кубик-рубик складывает единое целое. В итоге получается проект разрозненный, разорванный, между собой толком не связанно, и когда его начинают строить, соответственно же, между собой не связываются. А когда строятся, коммуникации роются. Вот наши кабеля, несмотря на все меры, которые мы предпринимали по защите, по обеспечению, что в проекте было прописано, в прошлом году нам три раза порвали оптический магистральный кабель. И как бороться с этим, я даже не представляю. Понятно, спасибо. То есть, я понимаю, я знаю про это, что какие-то сплошные субподрядчики, да, и в итоге непонятно, кто эту картину стал. Это действительно так, да, что тоже качество проектов, как уже мы говорили, оно, ну, хотелось бы лучшего, да. Что-то можно изменить? Но ведь это же какая-то безвыходная ситуация получается. Ну, это тоже надо смотреть как раз в связи с этим, что я говорил вначале, тоже с еврокодами, да, что процесс, в принципе, начинается с того, что уже проектировщик дефинирует все требования уже в проекте, да. Потом уже тоже дает уже, значит, отзывы на стандарты, уже указывает конкретные требования, как и что должно строиться. Потом уже строитель все это берет в учет и строит также, и об этом знает технодзор, который этот свой процесс тоже так организовывает, да. Если мы смотрим на проектов, которые, ну, несколько лет назад уже сделаны, тогда там можно видеть, что там, ну, несоответствие, там все в одну попутано вместе и ГОСТ, и СНИП, и еврокоды, да. То сейчас мы видим, что это уже становится лучше, уже проектировщики образуются, уже есть, значит, отзывы на еврокоды. Ну, тоже не всегда есть эти все требования указаны, да. Но мы видим, конечно, что, ну, все идет, ну, в том направлении, что ситуация улучшается. Конечно, она улучшается. Но на данный момент, что все хорошо, конечно, мы не можем это сказать. Ну, вот этот критерий главный, да, что самое важное, это что дешевле, да, оно сразу вспоминается, да, скупое платье дважды в раз. Это действительно такая проблема. Раз, а второй какой-нибудь Вася Пупкин, да, там построил. Здесь мы тоже можем, на счет этого, что скупой платит дважды, тоже можем отметить объект, который на данный момент уже тоже находится на сдачу эксплуатации. Который? Ну, я, может быть, конкретно не уточню, это не очень далеко от Риги. Но ситуация в этом объекте такова, что завезли, значит, материал, железобетонное перекрытие в плохом качестве, значит, технодзор это все обнаружил и решался. Забраковал, сказал. Забраковал, да. Конечно, строитель не хотел это сразу так менять, и он заказал экспертизу. Экспертиза тоже говорит, что это все, ну, нехорошо и надо менять. Но все-таки решились, что будут ремонтировать, и в результате получилось так, что вопрос уже поднялся уже в самом конце, при сдаче в эксплуатации, что такой объект в эксплуатации взять нельзя, да. И тогда становится вопрос, что с этим зданием делать. Ну, на данный момент хорошо то, что результат не такой, что это здание надо сносить, да, но это требовало дополнительные затраты от заказчика, чтобы удостовериться, что все в порядке. Значит, производилась реальная экспертиза с нагрузкой этих конструкций, производились измерения, чтобы уже эксперт получил полное такое, ну, надежность, что эти конструкции там могут остаться. Ну, да, заплатил дважды. Да, так получается. Еще такой вопрос, вот касаемо экспертизы, различных проверок. Не секрет, мир, допустим, строителей, архитекторов и прочих, прочих, он довольно узок, учитывая, ну, скажем, не совсем гигантское народонаселение в нашей стране. То есть, ну, все так или иначе друг друга знают. Нет ли здесь таких рисков, да, что, ну, конфликт интересов, скажем, да, что вот… Риск есть, наверное, конфликт интересов, я думаю, что, наверное, нет, но мы видим все-таки, что эксперты дорожат своим сертификатом, и они не могут писать такие глупости, рискуя потерять сертификат и работу. Потерять свою будущую работу. Ну что ж, спасибо вам большое, что вы к нам пришли, что мы хотя бы такой небольшой экскурс вопроса качества строителя, строительства совершили вместе с нашими радиослушателями. У нас в гостях был Марис Демме, директор департамента по контролю за строительством, Госбюро по надзору за строительством. И я еще раз напомню для тех, кому, может быть, это покажется интересным, вот домашнюю страничку – это организация Госбюро по надзору за строительством, bvkb.gov.lv, да, и там можно узнать, вот какие проверки были в каких зданиях, и, насколько я помню, там где-то красным что-то обозначили. Ну, по принципу светофора. Да, по принципу светофора, да, то есть совсем плохо там. Красный, надо что-то улучшить, желтый, да, и все в порядке. То есть надо посмотреть, и там есть адреса, как я понимаю, там есть телефоны, вероятно, или адреса электронной почты, по которым можно связаться, если какие-то конкретные замечания, вот как звонила наша радиослушательница, чтобы она была услышана, можно позвонить, написать, да? Да. Еще раз всем спасибо за внимание, до свидания, будьте здоровы!